Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Богат на праздники 25 января – Татьянин день, день рождения Владимира Высоцкого и день студента. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Доскользили. Ледяной дождь отметился в Анапе. Коммунальные службы работают круглосуточно, устраняют последствия капризов погоды на дорогах. Как справляются с погодой и кто одерживает победу – кратко расскажет Алина Гумерова. Анапа оказалась по-настоящему закованной в ледяной панцирь. Поездка на работу и домой или поход в магазин стали непростым делом. Земля покрыта сплошной ледяной коркой, передвигаться по которой практически невозможно. Синоптики не утешают – гололед никуда не денется в ближайшие дни. Безопасность на улицах города обеспечивают коммунальщики. Именно они выходят на борьбу со льдом, вооружившись специальным инвентарем. Все усилия, которые мы должны приложить, мы прикладываем. Дворники наши работают, люди все на месте. Даже с условием того, что людей попросили, ночевали здесь в городе. Потому что у нас многие из села люди приезжают работать. На устранение гололеда каждый день расходуют около 15 тонн смеси песка с солью. Такой состав оптимальный. Если посыпать лед только песком, эффекта не будет. Дворники работают круглосуточно. Когда погода и ветвина, и гололед, а так вот и песком, и всем обеспечивают нас. Вот форму тоже выдали. На каждом участке рассыпается песок, чтобы было без гепросту, чтобы все нормально было. Запасы песка уже готовы на последующие дни. Пока погода будет держать город в таком же ледяном состоянии, коммунальщики продолжают посыпать улицы Анапы, чтобы жители безопасно ходили по дорогам и тротуарам. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Эх, дороги! Слова известной русской песни как нельзя лучше характеризуют дороги в Анапе. На прошлой неделе природные катаклизмы произошли в Джигинском и Гастагаевском сельских округах. На этой неделе ледяной дождь пришел в город. Несмотря на круглосуточную работу специалистов коммунальных служб, посыпающих дороги, пострадавшие от гололедицы все же есть. До Анапы дошел ледяной дождь. Проезжая часть покрыта льдом только ночью и ранним утром. К середине дня автомобили раскатывают дороги, и ехать не так опасно, как идти по пешеходным дорожкам. Даже там, где посыпают песком и солью, очень скользко. Как на льду, так как новая наледь закрывает слой песка. Посыпали, я даже ездил в Варваровку, там очень круто, но уже посыпано было, без проблем подняться. Ну а по городу, конечно, перекрестки посыпают, весь город же не обсыпаешь. Дороги были не все, но посыпаны не все. А так, в принципе, единственное, что где дома идут, там не посыпалось. Скользко. Сколько раз падал? Три. Два раза упал, а ты сколько раз упал? Два. Вообще скользко, но вот я здесь иду, посыпанной песком, посыпанной дорожкой. Травматологический пункт и отделение травматологии городской больницы в эти дни работают с полной нагрузкой. За вчерашние сутки из 66 пострадавших, обратившихся в травматологический пункт, было 1 на пол, 51 травма в результате в погодных условиях. 6 пациентов госпитализировано с различными травмами, в основном это перелом тропчатых костей, требующий оперативного лечения. В течение сегодняшних суток уже на 14.30 56 пострадавших, связанные с 99% в связи с погодными условиями, травмы различного характера. Врачи советуют без острой надобности не выходить на улицу в ближайшие дни, особенно инвалидам и пожилым. Пик катаклизма ожидается на текущей неделе с четверга по субботу. По прогнозам синоптиков, при минусовой температуре задует ветер до 15 метров в секунду. Лариса Басова, Максим Логуш, Александр Кореневский, Анапа-регион. Будьте осторожны и внимательны на дорогах. И в продолжение темы. Гололед в поселке Виноградный тоже установил свои правила. О том, как там проходит зима, расскажем прямо сейчас. Стихия во второй раз испытывает анапчан на прочность. Ледяной дождь прошел в Анапе, за ночь заморозив тротуары в ледяные катки и дороги в ледовый автодром. Каток у городского театра, автомобили, покрытые ледяной коркой, сосульки с крыш. Все сюрпризы зима выдала за сутки. В городе и сельских населенных пунктах на ледяную стихию работники коммунальных предприятий отреагировали быстро. Утром посыпали дороги и тротуары. После звонка с жалобой в Виноградном пропал свет. В течение часа в поселке восстановили электроснабжение. Оперативно отработала бригада дежурных Кубани-Нерго. Отремонтированные после обрыва неделю назад провода не выдержали штормовой ветер. Специалисты справились быстро. Жителям поселка остается потерпеть недолго. Улица Красная внесена в план реконструкции Кубани-Нерго. В этом году старые линии заменят современным оборудованием. А пока сформированы шесть бригад по ремонту электросетей. Специалисты предприятия «Зеленстрой» готовы выехать в любое время дня и ночи. Чтобы убрать поваленные деревья. Если обледенение повторится вновь. В полной готовности люди и техника. Энергетики продолжают работу по укреплению линий. Застать врасплох анапчан не получится. К любым проявлениям погодных условий все службы города готовы. 27 января с 11 часов в Анапе введен режим повышенной готовности для органов управления сил и средств муниципального образования город-курорт Анапа. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион. Согласно зимнему графику работают инспекторы ГИМС. Проводят профилактику, контролируют безопасность людей на воде и на льду. Подробности зимнего сезона с точки зрения инспекторов ГИМС в сюжете. Речка Анапка-Гастагайка-Пруды в Анапе 27 внутренних водоемов. В осенне-зимний сезон безопасность на воде обеспечивают сотрудники ГИМС. Все усилия анапского участка ГИМС сосредоточены на контроле за водными объектами, то есть это контроль за ледовым покрытием водных объектов. Основная опасность – выйти и уйти по тонкий лед. В целях профилактики несчастных случаев инспекторы ГИМС проводят серьезную работу. Еженедельный замер толщины льда – это контроль за выставлением аншлагов, предупреждающих, что опасно выходить на лед, и профилактическая работа в учреждениях санаторно-курортного комплекса и в образовательных учреждениях города-курорт Анапы – это школы и высшие учебные заведения. Результаты большой работы отражаются в статистике. За последний год в Анапе нет погибших в осенне-зимний период. Население вовремя массово и доступно проинформировано о безопасном поведении у воды. Профилактическую работу в ГИМС проводят каждый год и несколько раз в год, уделяя особое внимание безопасности накануне морозов и похолоданий. По прогнозам синоптиков, в Анапе еще будет холодно, зима себя еще проявит. Проявят себя в работе и сотрудники Анапского участка ГИМС. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Другим темам. Самое счастливое и веселое время, конечно, студенческие годы. В Анапе в 10 высших и среднеспециальных учебных заведениях обучаются более 6 тысяч студентов. 25 января День студентов и Татьянин день отпраздновали в Центре культуры Родина. На праздник студентов пришел почетный гость, мэр Анапы Сергей Сергеев. Подробности неформальной встречи в материале Ларисы Басовой. Масштабное студенческое мероприятие в Центре культуры Родина посетил мэр Анапы Сергей Сергеев, который поздравил студенческое братство и вручил лучшим из лучших заслуженные награды. В Анапе два губернаторских стипендиата. Артур Багдасарян и Алена Грохотова. Студенты Анапского филиала гуманитарного университета имени Шолохова. Мэр Анапы Сергей Сергеев вручил отличникам сертификаты, подтверждающие право называться лучшими студентами Кубани. Всего в крае 10 таких умников и умниц. День меня заставил вспомнить себя в вашем возрасте. Я знаю, какими заботами вы сегодня живете. И какой вы хотите видеть Анапу, край, Россию в самое ближайшее время. Конечно, все это предстоит сделать вам. И сегодня поздравляю вас. Я хочу пожелать вам, чтобы все, что вы задумали, хорошего, светлого, поскорее задумывались. У Алены в этом году произошло еще одно знаменательное событие. Она вступила в ряды партии «Единая Россия». Студенчество – самая прекрасная пора. Я думаю, потому что это то время, когда ты можешь раскрыться, показать себя, реализовать какие-то свои планы, возможности. Я не планировала, вообще не знала о том, что есть, в принципе, у нас гуманитарская стипендия. И просто занималась своим любимым делом. Я активно участвовала в разных мероприятиях. И за это время получала грамоты и различные сертификаты. Со сцены в этот день азартно звучал гимн молодежи Кубани. А в зале решили поэкспериментировать и обойтись без привычных зрительских рядов, организовав просторную площадку, где студенты могли и концерт послушать, и при желании в пляс пуститься. Лариса Васова, Александр Кореневский, Анапа Регион. Первый пошел. За 10 дней до начала Олимпийских игр сборная серебряных волонтеров Анапы отправилась в Сочи. Наша съемочная группа провожала первый отряд тружеников Олимпиады. Последний пункт сбора и пребывания в Анапе в зале городской администрации. Это не прогулка какая-то там, это работа, я скажу, серьезная, напряженная, круглосуточная и бессонная порой. Это надо правильно понимать. И мы с радостью сегодня искренне, я вас от имени главы муниципального образования города Курорт Анапы, Сергея Павловича Сергеева, поздравляю именно коллектив волонтеров города Курорт Анапы, кому-то, кто удострелся этой чести, поехать и представлять именно наш славный город. Серебряный возраст – это значит, что всем им за 50. Добровольцы на Олимпиаду прошли отбор и тестирование, затем учили иностранные языки. Среди них государственные служащие, учителя, люди на заслуженном отдыхе. За два года подготовки к Олимпиаде отряд анапских волонтеров сплотился. Провел несколько акций по уборке утреша и сбору средств на новогодние подарки детям-сиротам. Настроение перед поездкой приподнятое. Светами радуги Олимпиада сияет, сильнейшие на ней всегда побеждают. И мы, волонтеры, свою лепту внесем, анапчанных пославших не отберем. Волонтеры обещают отлично потрудиться на благо Родины. У нас есть дети, у нас есть внуки. Мы хотим оставить память нашего труда. И вообще мы за Россию, мы хотим помочь нашей России и Родине. Нашей Родине и России. И проставить нашу Анапу. Этот отряд волонтеров поработает в Сочи на объектах размещения гостей Олимпиады до 26 февраля. А на паралимпийские игры, которые начнутся сразу после Олимпиады, отправится другой отряд добровольных помощников из Анапы. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа-регион. Это все новости на сегодня в завершении выпуска прогноз погоды. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера, мебельного центра «Ксюша». Весь январь в салонах мебели Диемай получите в подарок 25% гостиной из коллекции «Токио» и «Милано». Диемай. Живи красиво! Во вторник, 28 января, в Анапе пасмурно. Возможен дождь со снегом. Температура воздуха днем плюс один, плюс три. Ночью заморозки до минус трех градусов. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 751 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 3 градуса со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин